20 августа в Омске в шестой раз прошел ночной велопробег, приуроченный ко дню российского флага. Центральной площадкой спортивно-патриотического мероприятия стала Омская крепость. Организаторы подготовили яркую предстартовую программу, кульминацией которой стал вынос 10-метрового триколора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 22 августа это день государственного флага Российской Федерации. Он развивается над нами, он дает нам силу, дает нам энергию для трудовых, спортивных, научных и прочих подвигов. Сегодня, к сожалению, надо констатировать, что мы все находимся под угрозой террористических актов. Поэтому мы должны сплотиться, мы должны быть вместе. Ведь российский триколор это флаг победы. Я всех поздравляю с этим праздником. Хочу пожелать, чтобы наш велопробег сегодняшний, посвященный Дню Флага Российской Федерации, был понятен, приятен и все у нас было хорошо. Всех с праздником, всем мира, добра и любви! Ура! На старт заезда вышли порядка 500 велосипедистов разных возрастов. Многие решили участвовать в событии с семьями. Участники велопробега проехали 7 километров по набережной Тухаческого до парка Зеленый остров и обратно. Очень рада, что такой праздник есть в нашем городе. Праздник посвящен Дню Российского Флага и, конечно же, здоровому образу жизни. Мы очень любим кататься на велосипедах всей семьей, и старшим сыном, и мужем. Вот сегодня в таком составе решили поучаствовать. Впечатления самые яркие, единение, события хорошие. Объединяет всех поклонников здорового образа жизни, делолюбителей. В общем, классно. В заключительной части праздника на сцене выступили известные омские странмены и группа барабанщиков. Затем состоялся розыгрыш призов, и главный подарок – скоростной велосипед – удивительным образом попал в надежные руки. Его выиграл участник показательных выступлений среди BMX спортсменов. Не ожидал, я очень шокирован. Я кучу отчастного ни разу не выигрывал. Сейчас такое. Мы такие стоим, просто молимся, говорят – 190. Мы такие – давай! Я просто в шоке выбегаю. Я… эмоций просто куча. Завершила программу «Огненное шоу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова